Первая ассоциация со словосочетанием «дом ребенка» – это место для детей, от которых отказались родители. И до недавнего времени это было оправдано. Но, как показывает статистика, сейчас отказников становится все меньше. Например, в Ульяновском специализированном доме ребенка сейчас всего 38 детей без родителей, хотя принять он может более 100. 1 июля на незанятых сиротами площадях дома ребенка начало действовать отделение ранней помощи. Здесь родители могут оставить своих детей на определенное время. Находиться в отделении ранней помощи можно по трем вариантам. Это дневное пребывание, когда детей приводят утром и забирают вечером. Пятидневное пребывание, рассчитанное в том числе на жителей области. И многодневное пребывание, когда детей могут оставить на 2-3 месяца. В течение этого времени дети обеспечиваются всем необходимым. Их кормят, дают спальное место, а если потребуется – даже одежду. Мы берем детей из семи, которые имеют социальные какие-то проблемы. То есть это мамы, которые воспитывают ребенка одного. Это многодетные мамы, это семьи, которые попали в какие-то сложные жизненные ситуации. И плюс ребенок имеет отклонение в состоянии здоровья, которое не позволяет ему поступить на обычное дошкольное образование. Однако отделение ранней помощи не стоит расценить как детский сад. Потому что здесь детям оказывают и медицинскую, и психологическую помощь. Это скорее реабилитационный центр с элементами дошкольного учреждения. Одним из гостей нового отделения стал губернатор Сергей Морозов. Глава региона пришел к малышам с подарками. Из его рук они получили набор игрушек. Учитывая, что дети в это время были увлечены играми, подарки губернатора были как нельзя кстати. По признанию Сергея Морозова, он остался под большим впечатлением от нового отделения. По мнению губернатора, оно заслуживает наибольшей поддержки. Там должны создать по-настоящему старцию детей. Поэтому я прошу, так сказать, не затягивая, прописать весь пошаговый план действий по реализации этого проекта. В планах руководства дома ребенка начать работать в формате передышки, когда родители больных детей смогут привозить ребят на несколько часов ради психологической разгрузки. Пока такой формат действует только в Санкт-Петербурге. На Волге передышку ульяновские родители могут получить первыми. Игорь Улитин, Руслан Баталов. Новости дня. Ульяновская правда.